Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Мастерская кузнечного ремесла «Кузнечный двор». Охранные предприятия «Дельта». Эфир канала АТВ продолжает новости. Здравствуйте, в студии Елена Власова. И вот главная тема дня. Создать инфраструктуру какую-то. Радостные новости для горожан. Мулан-Удэ собирается обустроить новую набережную. Запрет есть и рыба тоже. Бизнес на Омуле продолжает работать. Не утонуть бы этой весной. Жители Улан-Удэ обеспокоены количеством снега во дворах. Военнослужащие должны быть уверены, что их родные и близкие ни в чем не нуждаются. С таким заявлением Сергей Шойгу обратился к Алексею Цыденову. Накануне министр обороны провел первое в этом году селекторное совещание. На нем обсуждались в том числе и социальные проблемы военных. В частности, речь шла о трудоустройстве членов семей военнослужащих и о предоставлении офицерским детям мест в детских садах. Важно понимать, что профессия военного сопряжена с риском для жизни и здоровья, тяжелыми нагрузками и выполнениями специальных задач вдали от дома. В этих условиях личный состав должен быть уверен, что его родные и близкие ни в чем не нуждаются. Напомним, Улан-Удэ и Минобороны несколько лет пытаются отдать муниципалитету шесть детских садов. Однако мэрия не торопится принимать их в свою собственность из-за ненадлежащего состояния. Осенью 2017 года рассматривался вариант передачи этих детских садов индивидуальным предпринимателям. Множество попыток было сделано, чтобы привести в надлежащее состояние и набережные Улан-Удэ. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Алексей Цыдьенов вплотную занялся этим вопросом. Об этом он рассказал на своей страничке в социальных сетях. Более того, он анонсировал конкурс на лучший дизайн-проект. Самое интересное и качественно проработанное предложение в будущем превратится в ту самую набережную, о которой так долго мечтают горожане. Подробнее в сюжете Чингиса Чирова. Такими красивыми фотографиями дразнили горожан еще два года назад. Так должна была выглядеть набережная в районе кафе «Медведица». Роскошный аквапарк, лужайка и песчаные пляжи. Тогда власти города и республики этот проект поддержали и одобрили. Однако воссы ныне там. Как нормальной набережной не было, так ее до сих пор и нет. А вместо нее лишь горы мусора и совершенно невзрачный вид. И это при том, что наш город находится на пересечении сразу двух рек. И в красивой набережной мы нуждаемся, как никто другой. Создать инфраструктуру какую-то. Возможно, какие-то развлекательные зоны, чтобы людям вместо того, чтобы мусорить, было чем заняться. На набережной, я думаю, там скамейки надо больше, урны поставить. Потому что там очень грязно. В основном люди курят и плюются туда. Там прям некуда просто скидывать мусор. Ну и побольше, я думаю, зелень надо, цветы посадить. Можно было бы как-нибудь весело ее раскрасить. Может, я не знаю. Конечно, нужно пляжные какие-то зоны делать. Получай безопасный пляж самое главное, которого не хватает. Ну и в принципе все остальное там само собой подразумевается. Там пост охраны, гимса, отсыпка. Где-то надо песочек подсыпать. Опрос показал еще и то, что многие горожане давно не бывали на нашей набережной. И, к слову, ничего не потеряли. Так как смотреть там попросту не на что. Исправить плачевную ситуацию пообещал Алексей Циденов. Делать ее будем, потому что это наш город. За нас все равно никто ничего не сделает. Мы сами не будем делать, никто не сделает. При этом у набережной же есть еще и нормальная бизнес-модель. В каком плане? О том, что земля, которая у набережной рядом будет, для зон ресторанов, для других. И уже можно в аренду сдавать для бизнеса. И это потихоньку формирует поток денежных доходов по компенсации тех инвестиций, которые потребуются в ее строительстве. Также в своих соцсетях глава республики анонсировал конкурс на лучший дизайн-проект новой набережной. Представить свои работы может любой желающий. А самое лучшее архитектурное решение выберут сами Улан-Удэнс и через онлайн-голосование. Чтобы сделать набережную для прогулок людей, более комфортной средой, чтобы она стала для нас, чтобы больше туда людей попадало, поэтому и родилось такое предложение, как у главы республики Бурятия. Мэр города это поддержал. Это очень интересное предложение. И сейчас мы разрабатываем конкурсную документацию. Конкурс эскизов продлится с 15 января по 5 апреля. Победители, призеры конкурса будут щедро награждены. Бросаться точными датами власти пока не рискуют. Тем не менее, начать строительство хотя бы частично планируется уже в следующем году. Бурятская лыжница Алиса Жамбалова попадет на Олимпийские игры 2018. Об этом с полной уверенностью сказал министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамденцуронов. Кроме того, по его словам, Бурятия станет площадкой для чемпионата мира по вольной борьбе, а эти гиловские игры покажут по федеральному спортивному каналу. Грандиозными планами новый министр поделился с журналистами сегодня на пресс-конференции. Екатерина Устюшенко тоже побывала там. Традиционные виды спорта Бурятии должны стать брендом республики, заявил министр. Их развитию будут уделять особое внимание. Министерство уже делает первые шаги по продвижению этого направления. Договорился предварительно о том, что эти гиловские игры мы покажем на телеканале Матч ТВ. Это нужно показывать всему миру. Еще одно событие, которое откроет перспективы для спортсменов – чемпионат России по вольной борьбе. Он пройдет в 2020 году в Бурятии. Мы провели переговоры с президентом Федерации спортивной борьбы России. И главу республики я убедил, он поддержал мою инициативу. Те ребята, которые выиграют данный чемпионат, будут включены в состав сборной команды России для участия в Олимпийских играх в Токио. В целом, перспективы развития спорта в республике есть. Спортивным федерациям лишь не хватает профессионального менеджмента. И над этим министерство будет работать. Екатерина Устюшенко, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Омуль, судьба которого волнует всех, от простого рыбака до президента России, теперь под тотальным запретом. С 1 января этого года к запрету на добычу добавился и запрет на продажу. По задумке авторов, именно к 1 января должна была закончиться или испортиться добытая в 2017-м рыба. Однако до сих пор в Иркутской области прилавки ломятся от байкальского омуля. Такая же ситуация и на трассе М-55, где приобрести рыбку, хоть копченую, хоть соленую, не составляет труда. А что же улан-уденские продавцы? А слушались ли они запрета? С этим вопросом в путь отправился Илья Балханов. С 1 октября прошлого года в силу вступил запрет на вылов омуля в Байкале и впадающих в него реках. Это было сделано с целью восстановить популяцию и избежать полного вымирания этого вида рыбы. С 1 января этого года вступил запрет и на продажу. Однако купить омуль сегодня не проблема. Причем продавцов даже не пугает присутствие контролирующих органов. А омуль, он откуда? Наша съемочная группа решила привести контрольную закупку рыбы. Включив скрытую камеру, мы обошли три самых крупных рынка города. Туя, Центральный и Крестьянский. Во всех трех омуль продавался в открытую. Создается впечатление, что продавцы либо не знают о запрете, либо абсолютно его игнорируют. А омуль есть? Какой? Свежий? А омульный? Свежий. Свежий есть? А он откуда? А он откуда? Камера. Я вижу. Откуда? Омуль откуда? А омуль или нету, вы же сказали, есть только что. Нету, я не слышала. Я этой женщине говорю. Как оказалось, продавцы о запрете прекрасно осведомлены. Вот только бизнес не останавливается. Суммы штрафов, а это от двух до четырех тысяч рублей, их совершенно не пугает, ведь заработают они намного больше. В воздухе повис вопрос, чем занимаются контролирующие органы. Илья Балханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ. Жаркая дискуссия вокруг рыбного табу разворачивается на протяжении нескольких месяцев. Кого больше нужно жалеть? Рыбаков, которые остались без средств к существованию, или омуль, которого катастрофически мало в озере? У нас в студии свое мнение высказывали разные эксперты. Это чиновники, экологи и, собственно, все приходили к единому мнению. Запрет нужен. Тогда почему же омуль до сих пор лежит на прилавках рынков и магазинов? Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления ветеринарией Республики Бурятии Александр Молчанов. Здравствуйте. Я правильно понимаю, контроль за продажей омуля ведет управление ветеринарией? Контроль за безопасностью продукции животного происхождения, в том числе рыбы, осуществляет управление ветеринарией. Что значит за безопасностью? Вот смотрите, запрет вступил в силу. Кто должен контролировать процесс продажи вот этого? То есть, по сути дела, если он запрет вступил в силу, то омуль на прилавках у нас не должен быть. Ну, это логически, да? Почему он у нас лежит? Как вы считаете? Дело в том, что вылов омуля продолжался до 1 августа. И согласно нормативной документации, срок годности для омуля установлен от 7 до 10 месяцев. В зависимости от температурного режима. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Да, то есть, после, ну, август тоже включительно. То есть, с момента вылова могут реализовывать омуль, ну, рыба-мороженое, ГОСТ в течение 10 месяцев. То есть, получается, что до июня месяца у нас магазины и все остальные могут торговать омулем. Ну, должно закончиться немножко раньше, потому что не такое большое количество было выделено. Объем квот был небольшой на вылов омуля. Ну, и кроме того, в реализации может быть омуль, выловленный по квотам на воспроизводство. Эти квоты были даны главу рыбводу, омуль отнерестился, после нереста он был направлен на заморозку, и также он попадет в реализацию, вот это омуль. Кроме этого, у нас имеют квоты на вылов, и запрет их не коснулся, это коренные малочисленные народы Севера, которые, согласно закону о коренных малочисленных народах Севера, имеют право реализовывать. Решением общего собрания они имеют право реализовать добытую продукцию. Смотрите, когда вы приходите и проверяете, что первое должно быть у продавца, который торгует омулем? Ну, это в первую очередь мы смотрим ветеринарно-сопроводительные документы. За каждым рыбодобывающим предприятием, которым выдаются квоты, закреплены ветеринарные эксперты, специалисты, которые оценивают безопасность этой рыбы, и после этого выдают заключение, и, соответственно, ветеринарно-сопроводительные документы. Все это прослеживается, до каждого специалиста доведены объемы квот, выделяемые рыбодобывающим предприятием, прослеживается количество, остаток, то, что выловлено, сколько переработано, сколько реализовано. А вот скажите, пожалуйста, вот, например, малочисленным народом Севера выделяется квота на вылов омуля. Как вы, сколько у них квота? 50 килограммов? Видите, это в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Бурятия распределяются эти квоты. Ну, у каждой общины по-разному. Ну, допустим, 50 килограммов, да? Ну, побольше. Может, побольше, да. Как вы можете отследить, что они выловили именно 50, установленные по закону, а не 50 или не 60 килограммов? Как вот вы отслеживаете этот процесс? Ну, тут вопрос немножко. Мы отслеживаем квоты, а процесс вылова – это уже работа рыбоохраны. У них есть журналы вылова, которые заполняют работники общин коренных малочисленных народов Севера, работники предприятий, ответственные лица. Ну, и, соответственно, дальше, когда поступают на склад, все это учитывается. Таким образом. Скажите, а вот запрет, вы сами как относитесь к этому запрету на вылову? Положительно. Считаете, что это правильно? Ну, единственное, нам усложняет работу то, что… Ну, тем не менее, закон есть закон, коренные малочисленные народы Севера, как все это будет, как они будут реализовывать контроль, ну, сложновато, но, тем не менее… Сейчас-то вы уже почувствовали эту сложность, обязанность, которую на вас возложили? Мы ежегодно, управление ветеринарией ежегодно, на нерестовый период издают приказ о запрещении ветеринарно-санитарной экспертизы нерестовой рыбы. И, как бы, вот этот период для нас, он будет как долго тянущийся процесс нерестового периода. Вот так. Мы продолжим с вами разговоры на эту тему. Далее в программе я напомню, что о рыбе мы поговорим немного позже. Смотрите актуальную тему, не пропустите, не переключайтесь. Мы продолжаем выпуск. Мы продолжаем. С какими цифрами запомнится 11 января? Об этом постоянная рубрика «День в цифрах». 0 рублей осталось в резервном фонде России к началу этого года. Этот фонд создали в 2008 году, и он пополнялся из доходов нефтегазовых компаний. Фонд покрывал дефицит бюджета. Теперь эту роль возьмет Фонд национального благосостояния. 20 рублей – такова с недавних пор плата за проезд во всех муниципальных автобусах. До Нового года на маршрутах номер 2 и номер 37 она составляла 17 рублей. В администрации города сообщили, что нарушений никакого нет. Все согласно решению Улан-Уденского горсовета. 101 год исполнилось сегодня Бургузинскому заповеднику. Это старейшая особо охраняемая территория страны. С его создания началась история заповедной системы России. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Жители Улан-Уден начинают опасаться, что скоро этими строчками можно будет описывать их дворы. Мы много раз рассказывали о ситуации со снегом на дорогах города. Чиновники отчитывались, что борьба с ним идет. А вот что творится во дворах города? Наст достигает кое-где нескольких десятков сантиметров. К тому же укатанный снег предоставляет реальную угрозу пешеходам, особенно пенсионерам. Одна из них и пожаловалась к нам в редакцию. На вызов ответил Будамунхоев. По телевизору говорит, весной само все стоит. Прогнозы неутешительные. До конца зимы далеко. И снега с каждым днем все больше. И если на дорогах с ним пытаются героически сражаться, то на дворы махнули рукой. К нам обратилась Нина Артемовна. Живет пенсионерка по Комсомольской 6А. Говорит, убрала бы все сама. Вот только вряд ли хватит сил. Ну, бордюр засыпанный. Вот он как. То есть, вот здесь, получается, раньше был бордюр? Да, вот тут он есть бордюр. Только его засыпало снегом. И машины сейчас вот так ходят. Привет, Оля. Соседка жалуется и на огромные сосульки. Не так давно жители дома просили управляющую компанию убрать ледяные наросты. На просьбу отреагировали. Правда, вычистили далеко не всю крышу. Это на моей самой спальне. И если я боюсь, все разобьется. Так, стекло. Проблема пенсионерки отнюдь не уникальна. Таких дворов по всему городу с несколько сотен. Даже в соседнем ситуация похуже. Однако женщина не намерена терпеть и уж тем более молчать. Нина Артемовна попросту боится, что к весне снег растает и потечет ручьем в подвал. Да и ливневка вряд ли потянет. Не говоря уже о том, что это как минимум неудобно. У нас идет вещь какая-то дорога, а я плохо вижу, на коль шарю-шарю, чтобы перейти к мусорке. У меня сколько времени уходит. Нужно обратиться в управляющую компанию. Соответственно, они отвечают за ту территорию, которую обслуживают. Им за это люди деньги оплачивают. Поэтому вот туда обращаемся и требуем. Зашли в управляющую компанию «Талон-С». На месте нас ждал сам директор Сергей Иванович Супони. Не знаем, это магия телевидения или от нас решили поскорее отделаться. Но убрать сосульки пообещали. Завтра уберем с утра. Завтра с утра все будет. Конечно. А вычистить дворы пообещали в районе февраля. Теперь Нине Артемовне не о чем волноваться. По крайней мере, по словам Сергея Супони. Однако чистка снега – одна большая общая проблема. Которые городские власти потихонечку, но все-таки, занимаются. Ну вот смотри, как высота. Там еще выше, если что. За примером далеко идти не пришлось. По улице Октябрьская расчистили почти всю трассу. Правда, весь снег раскидали по обочинам. И вот на такие островки безопасности. Горки высотой почти в человеческий рост. И так во многих точках города. Видимо, весной придется переплывать на лодках. Отметим, с начала 2018 года на подразделение администрации города поступило 10 предписаний от ГИБДД. За прошлый декабрь больше 40. Проезжая часть, владельцам дорог, собственникам дорог, должен убираться снег, либо зимняя скользкость до полной ликвидации, до твердого покрытия. То есть зимних валов на проезжей части не должно быть. Десятки, сотни, тысячи тонн кубометров снега. Даже сложно представить голове эту цифру. Справится ли с этим напором ливневой канализации весной? И что будут делать с этим городские власти сейчас? Пожалуй, это тема для отдельного разговора. Будам Манхоев, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Ну а мы продолжаем говорить о лауреатах престижного конкурса «100 лучших товаров России». Одним из победителей стало мясоперерабатывающее предприятие «Холл Плюс». На конкурс «Холл Плюс» предоставил позы «Монгол Хан», пельмени российские, капитошка и голубцы сочные. Пройдя сложный отборочный этап, компания в очередной раз подтвердила высокое качество своей работы. В итоге на престижном федеральном конкурсе «100 лучших товаров России» вся продукция мясоперерабатывающего предприятия «Холл Плюс» была отмечена выше награды и вошла в список лучших товаров России. Продукция предприятия «Холл Плюс» соответствует всем требованиям нормативной документации, и поэтому она является высококачественной и безопасной. Это говорит о том, что предприятие не стоит на месте, они добиваются высоких результатов именно в производстве продукции, в качестве производимой продукции. И что следует отметить, предприятие работает исключительно на сырье, которое производит местный сельхозтоваропроизводитель. Известно, что качество конечного продукта напрямую зависит от исходного сырья, в нашем случае мясо. И к этому вопросу «Холл Плюс» подходит очень серьезно. Мясо закупают только у проверенных поставщиков фермерских хозяйств Закаменского, Джидинского и Акинского районов, известных своей экологичностью и отменными вкусовыми качествами. Мясо выбирается с особой тщательностью высшего сорта и всегда свежее. И имея вот такое сырье, буквально свежего забоя, мы имеем возможность готовить, изготавливать хорошую вкусную продукцию. Мясо все идет, соответственно, проходит ветеринарный контроль, как на месте убоя, так и на месте приема у нас. Каждый продукт готовит по своей индивидуальной рецептуре, разработанной на предприятии, учитывая пожелания потребителей. При этом высокое качество остается неизменным, а значит и блюда из них получаются свежие, сытные и очень вкусные. Рецептуры брали из своей домашней кухни и по просьбе наших покупателей, наших клиентов, то, что они хотят видеть у себя на своих прилавках. У нас вообще производство практически как домашнее, все соответствует рецептуре. И, например, у нас вообще единственный вид, где, например, есть капуста, но ее там не более 10%. И лука мы вкладываем тоже не более 10%. ООО «Холл Плюс» всегда работает над увеличением ассортимента. И сегодня на предприятии изготавливают более 50 видов изделий. Это котлеты, фрикадельки, голубцы, вареники, чебуреки, хинкали и многое другое. Мы реализуем нашу продукцию в Урятии, в Иркутской области, в Чеченской области, в Забайкальском крае. И, соответственно, растет объем реализации, что говорит о хороших вкусовых качествах нашей продукции. Хорошая оценка покупателей – это то, к чему нужно действительно стремиться, говорят в компании. И, наверное, поэтому неудивительно, что продукция «Холл Плюс» стала лауреатом престижного федерального конкурса «Столучих товаров России». К этому часу у меня вся информация. Приятного вечера и до встречи. 15%! Новогодняя акция. Успевай! Мой дом. Мой бизнес. Безопасность моей семьи. Я доверяю Дельте. Охранное предприятие Дельта всегда на страже вашей безопасности. КПЛИСКОПИСАНОЕ КАДРИКИ КАКЛИСКИ КАКЛИСКОПИСАНОЕ КАКЛИЦКУ ДЕЛТП АТЛОЙ КАКЛИКИ Продолжение следует...